Всем привет, мои друзья! Снова с вами Макс Трауров и на канале о путешествиях, и не только. И мы сегодня отправляемся в большое, грандиозное путешествие на Памирский трак. Вот на этом чудесном мотоцикле. Скорее всего, наверное, это вторая часть видео, потому что первое превью будет в красивом, интересном месте. Мы на Харви Дэвинсон Спортер, который мне недавно предоставил мотоцикл. Павел, ему огромнейшее спасибо, и с этого начнем как раз так видео, а также за ваши подарности, за поддержку. Кто финансово поддержал этот проект, и ваши лайки, комменты. Плантик готов, уже завьючен, загружен. Подготовка, естественно, вы уже видели. Мы собираемся сейчас ехать в сторону Москвы. Там нам надо приобрести пару запчастей на него, задней колодке, фильтр, а также сделать доверенность, потому что мне тут дал мотоцикл человек. Так что начинаем наш большой путь на 11 тысяч километров. Погнали! Ну что, микрофон вроде все нормально работает. Будем надеяться, вы меня хорошо слышите, и это сильно не напрягает. Мотоцикл готов, к бою готов. Посмотрим, может быть я перенесу место шлема еще на шею, тоже иногда будут интересные варианты. Но мы готовы. Наш путь. Первые километры, или вообще прощание с домом. Первое прощание с домом самое такое, на самом деле напряжное, потому что выезжаешь, волнение. И только сейчас в процессе уже движения, на первые 100 километрах она, наверное, пройдет и станет немножко уже попроще. Но пока, когда ты еще только вот начинаешь выезжать дорогу, всегда есть какие-то переживания. Выдержит ли техника, не будет ли каких-то проблем. Все ли хорошо уложил, все ли собрал. А потом уже все идет своим чередом. Вообще не верится, что я выезжаю. Это настолько было все спонтанно. Так все получилось. Знаете, вот как вот, ну должно было получиться. И это прямо... Новое путешествие, давно которое я ждал. Да. Прощаемся с городом Могилева. Кстати, мне что-то дует. Можно было бы надеть кофточку. Чувствуется, что ветерок такой еще свежий. Градусов сейчас 17-18, наверное, в городе Могилеве. Но сегодня будет по двадцатку. Иногда когда поворачиваешь, за счет того, что сделал дуги, кажется, сейчас сцепленешь. Такой низкий мотоцикл. Погнали! Загорелось. Еще выехать не успел, а уже лампочка горит. Заправляться пора. Пока на данный момент, вот по мотику скажу, он прикольный. Все, там, что-то я там затюнинговал, сделал. 120, вот мы сейчас едем, очень хорошо держит. Главная пока проблема, это задняя подвеска. Даже не бак, который там периодически, видите, уже лампочка загорелась. А именно задняя подвеска. Она прямо отрабатывает очень жестко. Я там еще занимаюсь регулировкой. Там можно чуть поджать, чтобы она более жестче, мягче была. И вот она прямо так иногда в спину отбывает нормально. Ветрозащита, конечно, у нее такси, но при жаре зато будет отдувать выносы. Очень классно, что я их сделал, приподнял руль. Но, в остальном случае, сейчас пока вот эта спинка упирается, она как бы тоже достаточно все комфортно. Ну, короче, надо еще нормально наездить, а то в итоге я еще не успел ничего с ним, можно сказать, нормального протестировать. Но, честно, друзья, когда есть желание уже куда-то двигаться, когда у тебя там есть желание приехать на Памирский тракт, то мне кажется, что тебе будет мешать. Ты можешь говорить о каких-то небольших, даже не минусах, а нюансах мотоцикла, но когда ты понимаешь, что ты едешь в путешествие, это все затмевается. На Памир! Не смог я далеко ехать от города, пришлось все-таки черте города заправляться. О, нифига себе. Так я почти пустой был. 8,5 литров. Но вообще, 12 литров бак, так что не так уж и много кушает этот мотик. Но бак, опять же, 12 литров, 200 км, не больше. Что, друзья, уже страх попал, волнение, да, у меня тоже бывает страх. Ну, может, не страх, может быть так, правильно, наверное, формулировать все-таки волнение. Начинаем уже на автопилоте фигачить. Начинаю думать, так, где бы лучше какой ракурс снять. Дрона я не брал, напомню, что в Узбекистан воздрона запрещен. Там очень много проблем и сложностей из-за этого. Вот, поэтому имейте это тоже в виду. Ну и будет несколько съемок. Будут съемки на Инстаграм, Телеграм, ВК, ну и, конечно же, Ютуб. А у нас уже есть и Дзен, есть Рутуб и Ютуб. У меня ценз не отключали, потому что зарегистрирован я на Белоруссии. В Белоруссии не попадают под эти санкции. Пока что все окей. В общем, доход получается, хоть и маленький. Так что, друзья, лайчелу, коммент, подписку. Кто хочет поддержать канал под видео, ссылочка. А мы едем дальше. Представим. Сегодня у нас в планах приехать в Москву, докупить некоторые вещи. Сделать доверенность генеральную на выезд за границу. Ну и выдвигаться в сторону Паши, нашего третьего участника, с которым мы уже и поедем дальше на Памерский тракт. Не включил запись, потому что мне звонили. В общем, вылетел магнит каким-то образом. И сумка улетела. Хорошо, но по ней никто не проехался. А ехать на минуточку до Москвы 550 километров. И до Паши еще 350 километров. Ну что, первая лажа. Потеряли мы сумку. Сумка, кстати, разбалтывается. Это тоже, кстати, сейчас на данный момент стало слабым звеном. Ладно, едем дальше. Сбиваем милляж. 102 мили мы проехали 8,5 литров. В общей массе проехали уже почти. Так, сколько? Ага, 200 миль все лишь. Что-то мало. Ну ладно, погнали дальше. Главное, покормили коника. Теперь можем двигать дальше. Подушка помогает. Отличная погода. Становится все жарче. А когда жарко, мотоциклисту только становится все лучше. Жара-то хорошо, но никогда слишком много. То есть 40 уже нехорошо. Тридцаточка, отлично. Разгон. И полетели. На этот момент не хватает круиз-контроля. Есть такой самодельный круиз-контроль. Ну, зажимает, чтобы ручку. Сейчас приедем к Паше. С помощью веревки мы это сделаем. Есть такие, которые, знаете, здесь блокируют. Есть, которые там на ладошку нагрузку снимаешь. Можно было кисть разминать. Ну, и так можно всегда размять. А лучше все, когда ты так веревочка раз затянул. У тебя ручка газа становится жесткая. Ты можешь руку убрать. Спокойно что-то там поделать. И поехать. Так вот, надо будет сделать. Научу, покажу. Не надо покупать супер технологичный. Конечно, классно было бы, если у тебя был бы круиз-контроль на автомате. Когда ты там добавил плюсиков. У тебя еще стоит датчик автопилота. Или там круиз-контроля за машиной, перед машиной. Ты можешь в связке работать. Но мы на олдскуле. Наш Карли не имеет этих всех нюансов. А достаточно сделать более жесткую ручку газа. И ты можешь комфортно двигаться, периодически отпуская руку. Еду, кстати, смотрю всякие видосики. И кайфую! И вот, друзья, уже граница. Беларусь с Россией. Это наша первая страна, в которую мы въезжаем. Уже, знаете, как-то вот... Ну, поехал в Россию, уже такое, как будто вот... Ну, как за кофеем сходить, скажем так. И... Смотрите, сколько фур, кстати, стоит. Сейчас надо будет предъявить паспорт. Больше никаких ограничений нет. Сейчас вот, блин, зараза, улетел магнитик. С сумочкой, честно, недоволен. Шляпа какая-то. Она и маленькая. Магниты хоть я и усилил. В итоге он вылетел. В общем, с ней надо что-то городить. Еще хочу попробовать вот одну систему. Коврик пересунуть на морду. Чтобы увеличить тоже ветрозащиту. А так, пока вроде движ нормальный. У-у-у! Первая наша страна. Россия! Граница пройдена. Сейчас поедем на заправку. Наверное, что-то перевяжемся. А то этот висит, болтается, магнит улетел. Проверим, как записывает звук. Проверим, все ли нормально. Ничего не открутилось. Проехали мы всего лишь 75 миль. 100 километров. Ну, полет нормальный. Честно, вкатываешься. Иногда ловишь кайф. Жалко, что чуть-чуть жестковатый мотоцикл. Но поролон надо убрать. Лучше положить мягкую подушку. А так, в остальном случае, я доволен. Мы едем в путешествие. Это важный момент. Ну что, движуха идет. Значит, какие нюансы. Я думаю, что надо вот эти карманы воспользоваться и переложить что-то сюда. Типа, например, запасной камеры. Сидение, вот это, то, что я надел, говнецо. Сейчас перейдем на пролон. Хочу попробовать сюда. Видишь, фара, блин. Надо вот эту штуку поднимать выше. Лобовое стекло. Он тогда лучше, наверное, встанет. Думал, сюда коврик засунуть. Но коврик закроет фару или поворотники. А так хотелось защитить себя. Черт, не получится так. В остальном случае резина нормально тепленькая. Больше нюансов. А, да, вот эта херня болтается. Магнит один улетел. Здесь был магнит. Так. Куфры нормально. Багажник нормально. Все окей. Преимущество, конечно, мотоцикла в Москве, это очевидно. Только на мотоцикле можно нормально бежать пробки. Люди пошли по левой стороне, а не по правой, как я. Но мы не на МКАДе, а так бы здесь был бы еще нормальный полуторка рядик такой, полряда. Но, к сожалению, здесь вот так. Сейчас найдем, может, выход другой. А у меня музычка валит, такой драм-бас, клубничок. О, здорово, братан. Вот стыки, конечно, на Харлее тяжело выходят. И скажу у вас, вот скажу такой момент, что Харлее, он такой, не провоцирует тебя, там, между рядами сильно фигачит. Он такой, покладисто. Давай, не спеша, погнали. Кстати, международная статистика, на Харлеях погибают и меньше попадают в аварию, чем на остальных других. Вот так вот. Moscow never sleep. Насколько все-таки Москва, да, здоровая. Кстати, на душу населения самое большое количество небоскребов в Европе. Где-то такое я прочитал. А теперь прелести мотоцикла. Смотрите, тут пробочка. Правда, этот таксист тоже хочет залезть. Но мы их всех обойдем. Военный тоже, что ли, куда-то лезет? Непонятно. Самые нетерпеливые москвичи. Силища бетонная. О, Москва-река. Не, конечно, круто. Вот на этом смотришь, особенно если внизу тусуешься. Просто охреневаешь от этой мощи. Конечно, прикольно. Кстати, сколько здесь денег стоит? Недвижка и все прочее. Пипец. По выдерунке поедем. Перед Пашей, владельца мотоцикла, он дал мне доверенность. И сейчас, на данный момент, мы уже едем в Декатлон или Деспорт, чтобы купить палатку и за колодками. И потом дальше у нас предстоит еще кусок пути. Но это мелочи. Главное, самое важное, я сделал, это, конечно, доверенность. Декатлон пришел уже с новым именем в Россию. Так что теперь это Деспорт. Видите, как интересная санкция. Так, будем сейчас смотреть палатку, которую я хочу. Так, и вроде вот он, 3100. Так, что тут у нас на клипсах? Так, фильтр. Все, отличный вариант. Берем. Лома на виде будет. Нормальная палатка. Одна прелесть по Москве, одна за строком на мотоцикле. Колодки взяли. Все взяли. Колодки задние, передние. Фильтр воздушный. Все. Все круто. Все, друзья, все необходимое купили. Только у меня лопнуло мое сиденье или моя подушка надувная. Придется купить ее где-то в магазине. Сейчас пойду уже просто на поролоне. Время не терять. Еще нам 360 километров. Учитывая с выездом с Москвы, это 5 часов пишет. Будем наваливать Паша. Там поменяем воздушный фильтр. И проверим все необходимые вещи. А также поставим, попробуем кофр. В общем, все по плану. Все получилось так, как хотел. Все сделал, что и хотел. Палатка куплена. Колодки куплены. Расходники необходимые есть. Вот так мы объезжаем пробки. Мать ее, так. Блядь, чуть-чуть бы шире иногда бы стояли машины. В Америке хорошо. Там полоса чуть шире. И запаса хода у тебя много есть. Главное, что мы проходим пробки и сокращаем время. Уже 30 минут скинули от времени. От времени прибытия. Вообще, вот скажу так. Похеру все. Главное, мы с вами уже в путешествии, в движении. Что-то, знаете, уже хочется так. Вот здесь надо что-то поудобнее. Я держатель для бутылок купил. Приспособлю его где-то вот здесь. Будет бутылка стоять. Здесь место удобное для этого. И литровая бутылка спокойно будет стоять. Потому что гидросистема тяжелая. В куртке реально она тянет 2 килограмма. Просто нагрузка на шею дополнительно. Нет смысла. На плечи. Поэтому проще бутылку. Ну, гидросистема пусть на всякий случай будет. А вот сидением что-то будем мутить. В любом случае, сидение очень жесткое. И что-то надо делать. Вот, видишь, по зеркалам зачем смотреть? Правильно? Вот, кстати, не хватает ему баса. Так бы сейчас газанул бы. Они все разбежались. Мне, кстати, сейчас где покупал колодки, сказали, корлисты, там, в салон Корлея. Ну, ремонт. Сказали, что бы надо померить там люфт цепи. Так, еще сейчас приедем у Паши это попробуем сделать. По идее, у Паши надо и кофр поставить. В общем, дело хватает. У чувака голда новая. И зеркала это самая широкая часть. Самое интересное, она даже шире, чем задние кофры. Зачем сделали такие небольшие, непонятно. Для пробок вот эти зеркала прям, ну, реальный минус. И вот по кофрам видно, что он проходит, а по зеркалам нет. Так что, приходится чуваку вилять. А сзади уже какой-то джиксер или триумф фигачит. Можно его пропустить. Кстати, очень много мотоциклистов пропускают друг друга, если ты понимаешь, что ты можешь идти быстрее или медленнее. Вот нахера вот ты едешь, высматриваешь. Что тебя в этой пробке видеть? Все стоят и ты стой. А? А? На самом деле, всегда завидуешь мотоциклистам, которые проезжают. А очень многие реально очень ревностно к этому все. Завистью этой. Потому что ты стоишь, мотоциклисты едут. На границах. Вы знаете, что есть. Это же норма. О, видите, чувак меня пропускает. Поблагодарим. А мы сейчас пропустим. Он на спорте пойдет тоже. Скорее всего, быстрее он уже. А не, какой-то старичок, кстати. У ребят, с которыми я буду ехать, у них хорошо все с фарами. Ну, и мы надеемся, ночью мы ехать не будем. Потому что просто нецелесообразно тратить это время, не видя ничего. Ну, если только ехать по скучным дорогам. Например, в Казахстан. Но там верблюды. Так что тоже не стоит. В общем, мы планируем днем все-таки ехать. А ночью уже отдыхать. И в сумерках так же это не участвовать. Только если бы надо чуть доехать. Жестковатая подвеска. Вот. Вот это опасная. На ноги начинаешь вставать. Уже колени болят. Ой, весело. Это только начало. Блин, мне еще ехать 140 километров. Я уже приоделся. Стало прохладненько. Все-таки лето закончилось. Ну, благо едем в юго-восток. Ну, там все-таки пустыня. Ночи там будут, наверное, суровые. Ну, что, я добрался. Я выжил. Как город называется? Город Чепрыгина. Не угадал? Короче, мы встретили Папу. Здорово. Да, Паша уже не раз в моих всяких видео. Та-дам. Привет. Хозяин. Вот, в общем. Чеплыгин у нас был. Чеплыгин, да. Добрались. А кто такой Чеплыгин? Ну-ка. Исторически. Это наш физик, авиатехник, инженер, который изобрел формулу, по которому самолеты взрывают и садятся. И, кстати, он в Москве. Прикольно. В Москве в институтах по авиации на доске почета висит. Вот так вот. Ну, он не основатель города. Основатель города у нас Петр Первый с меньшим. А он, Чеплыгин, он у нас в честь него город уже потом переименовали. Измышляемый апельсиновый город. Садимов. А, да, да, апельсиновый город. Нифига себе. Вот так-то будем изучать этот город. Вообще, Паша – это третий наш участник. И завтра мы готовим мотоциклы и отправляемся дальше в бой и в путь. Вот, подведем итог. Еще вкратце. Хролей говно. Вот, даже немножко... Подписывайтесь на наш канал.